тематика у нас оружие джедаев так благодаря автору про владимир который очень хорошо наблюдается историческими скажем так строениями артефактами делает очень интересные выводы можно благодарить его за хороший труд и я уверен что забрал очень много времени но он полезен для нас все вот поехали оружие джедаев средневековья присматриваясь к толстому слою артефактов кое-как неприличное много а ныне свалены кучку с метками рыцари турниры дорогие доспехи единственный экземпляр и ничего такого смотрим вдруг чего и увидим интересного вот смотрите у нас тут стена огромная стена щит и вот у нас подвешен меч некоторые люди сразу могут вспомнить раскопки людей великанов вполне может быть что великаны но мы попытаемся увидеть может какую-то и другую функцию так тоже давно глаза мозолит и что же за меч 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 трувора как ищет что тот повесил типов охранной грамоты причем они такие большие так что где мужик стоит с ним вот смотрите рост человека и какой огромный меч то есть он огромных размеров вот но зачем делали такие мечи даже для среднестатистического человека тоже непонятно но мы будем сейчас разбираться здесь многое описано то есть это как минимум два разных меча еще один меч говорят порядка 50 килограмм есть вооруженной палате московского кремля мечи оказывается ковали по похожим стандартам не только в европе но и скажем так на территории современной россии то есть уже минимум три из которых два есть наличие прямо сейчас еще есть крест трувора и могила трувора изборск причем по призначению могилы было никогда окошко естественно все легенды сказания мифы могут и увести в какую-то другую сторону но тем не менее но могила вполне реальная как и крест и этот меч и это место зовется площадью 40 саркей там раскопали остовы честно говоря не знаю что такое остовы интересный такой вид на берегу реки пожалуйста может остовы остов но остов ну стержень наверное какой-то есть такие слова которые многие слушатели да я не понимаем мир в меру своеобразованность ничего страшного это легко восполняем идем дальше причем остовой церкви показательные маленькие и имеет внутри аж по четыре колонны что весьма странно ведь они не несли несущего смысла для конструкции место изрядно занимали я понял вот эти вот видите маленькие вот штучки мы вчера обсуждали эту тематику кстати по структуре похоже как микросхемы то есть площадка для генерации чего-то то есть это очень все церкви очень похожи на генератор по большому счету с пассивными фильтрами колонны являются в своем роде конечно же и держателя крыши но они занимают такие места которые и являются своеобразными переотражателям остов внутренняя опорная часть предмета укрепленная другой части его костяк то есть основа остов основа стержень вот я просто не знаю видит 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 даже интересная вещь очень похожа на микроплатку пойдемте дальше так обращать внимание что собор троицкий поделен пополам по высоте и основной вход снизу на второй этаж а сами стены сделаны совсем иначе и по конструкции обычная крепость то есть предназначение вот этих основов оснований грубо говоря имели другую функцию то есть они не несли нагрузку скажем так как крепость они были вспомогательными какие-то может это были какие-то маленькие подстанции так забегаем вперед так а в середине большой бассейн с подпоркой но это уже комментарий от другого автора так подпорки есть что что бассейн молчат напротив есть часовня ольги где по преданию было знамение где онную и построили и мирожский монастырь с фресками аж 11 века которые реставраторы нашли вот штукатурка 17 века которые замаливали еще раз в 19 веке при попытке реставрировать примечательно что при тотальном шуме Пскова монастырь не пострадал но порой затапливается наводнение видите насколько красивые двери то есть уметь умели делать очень красивые вещи те времена в наши времена даже не каждый мастер это сделает это единичный скажем так мастерские какие-то ну опять это двери я так понимаю прям кремль вот заходит дядя и стоят два мужчины кстати по поводу вот формы в которой стоят вот солдаты кремлевской охраны так называемый президентский полк тоже вот они скопировали со средневековой одежды 1812 года к этой одежде тоже очень много вопросов и она тоже имеет очень много скрытых таких моментов которые стоят обсудить так тут у нас к сожалению очень много всяких дополнительных ссылок и вот показывают еще одни мечи вот они большие такие то есть в основном мы видим что здесь это они на себе несут больше функцию как колоть или рубать смотрите кольчуги и вот еще мечи самое интересное что у всех вот этих мечей есть вот этот крест кто-то скажет да вот рука чтоб не соскальзывала я вам скажу что можно сделать и поменьше то есть уменьшить массу меча этим проще вам им орудовать даже насколько вы не были тренированы но этих мечей очень похоже вот это застрение вот смотрите маленькая такая полудуга то есть автор тоже опять забегаю заранее это так называемый резонатор но опять же если современные ножи есть и с таким вот кривым лезвием люди используют для того чтобы рано дольше заживала но здесь никто на такую глубину таким огромным мечом никуда угонять не может поэтому скорее всего это резонатор то есть из электроники есть простые без скажем так направляющих фильтров резонаторов есть вот прямая вот выкопка то есть видно спешили то есть делали в большом количестве и самый скажем так дорогие устройства вот имеют уже вот эти микро резонаторы видно его тоже времени не сберегло потому что его явно уже поедала коррозии опять же обратите внимание еще обратите внимание на кольчугу кольчуге у всех очень много вопросов но тем не менее никто не понимает зачем она была по сути то кто-то скажет отстрел но тем не менее если очень мощный арбалет то поверьте мне он может проскользнуть через вот эту сеточку поэтому и во вторых ты вы когда перемещаетесь представляете в металле это у вас нагрузка на ноги больше меньше вы на себе можете нести и меньше расстояние можете преодолеть и плюс вы становитесь относительно шумными то есть посмотрите на наших современных военных они наоборот стараются всячески маскироваться так а вот смотрите вот эти мечи с резонаторами насколько вот они интересны получается вот похоже это все на антенны сравните свои телевизионные антенны и посмотрите на вот эти мечи ничего сходного не видите не знаю я вот вижу те же шпаги очень часто возникал вопрос зачем же такие шпаги с тонким тонкой палочкой но скорее всего вот и на руководяте здесь не видно но часто вот здесь есть такие намоточки то есть но так называемая как контур катушка индуктивности которую вы часто встречаете своих приемниках они есть ваших телевизорах очень маленькие или очень большие если это ламповый вот и грубо говоря это был своеобразный электрошокер то есть он не постоянно подавал питание вот когда им уже орудовал скажем так фехтовальщик пытались не просто проколоть а просто еще а греть током то есть каким-то импульсом скажем так направленные электрошокеры сравните с этими электрошокерами которые продаются на рынке там надо очень близко подойти а эти мечи позволяли с расстояния то есть даже до сих пор у нас есть олимпийских играх вот когда соревнуются фехтовальщики кто раньше кого поле далее и вот что мы видим очень интересную вещь здесь взят пример лазер система лазера накачки грубо говоря есть какая-то среда окружающая его но но всегда принцип остается тот же то есть у нас накапливается ток есть конечная точка и излучатель который генерирует ну то есть выпускает этот ток и конечно же вот это защитная подложка чтобы оператора никогда то есть не ударило током в обратную сторону общий принцип понятен и вот видим мы опять этот меч то есть опять у нас есть первый направляющий резонатор то есть защитная антенна вот оплетка какая-то видно ее восстанавливали но это совсем другое и вы должны еще учесть что у нас очень много музеях еще поддельных и различных артефактов ничего не имеющих скажем никакого отношения к тому времени и вот мы видим но тем не менее скорее всего копии чего там вот опять эти мечи с разных ракурсов опять вот эти резонаторы вот у нас защитная скажем так направляющая сторона меча и плюс окончательная защитная система для того чтобы нашего рыцаря воина не ударила ток дальше здесь уже поближе меч и и вот какой-то экзоскелет очень много историков сомневаются все-таки в назначении этих мечей точнее вот этих защитных устройств потому что их носить очень было неудобно то есть некоторые считают что это имеет только эстетические эстетическое назначение вот эти вот наборы и часто и делать маленькие то есть замка их видят на ну то скажем так посетители в маленьких размеров но опять же повторюсь что очень много поддельных устройств то есть все равно достаточно и всяких вот у нас артефактов очень много поддельных и скорее всего вот эти защитные костюмы копировались чего-то то есть функционал в общем убран но главная структура остается потому что некуда это будет девать их было большое множество и чтобы это произвести надо очень много сил и ресурсов так ну и конечно профессионалов которые это все смогут собрать тут перечисляются вот разновидности мечей но у них всегда остается принципиально одинаковая структура далее а тут их окажутся очень много то есть получается этим пользовалась целая войска вот такими вот мечами то есть это подразделение целого вот у нас кстати вот этот меч уже считается более искусственным почему самые элитные войны имеют самое дорогое оружие даже современных формированиях у каждого воина всегда есть свое оружие которому он привык и имеет бой различные настройки грубо говоря если у винтовки обычно войны ничего нету то уже у человека который занимается этим долго и профессионально у него уже нарастают различные прицелы коллиматорные планки до модернизированные магазины и в этом духе вот здесь вот на этих мечах уже идет микро настройка то есть он работает в нескольких диапазонах видим основная волна вот у нас и микро волны то есть микро фильтра которые позволяют фокусировать импульс то в определенном диапазоне соответственно мощность фокусированного сигнала становится еще сильнее то есть меч становится более электроколки я бы сказал бы так так ну здесь ножи применены вот еще непонятный вот такой вот меч вряд ли вы таким будете кого-то колоть но если вы кого-то собираетесь ударить током вот вам пожалуйста вот этот пример мечей вот точнее ножей то что я вам говорил да вот если такими коля то рано очень долго заживает но опять же это все уже как бы в современном варианте то есть очень простой и здесь такой функциональной нагрузки он не несет так далее вот мы смотрим одежду война тех времен нарядили какого-то человека я позволю себе такое слово какого-то клоуна вот и вот он примерно показывает оснащение но я думаю что он до конца не понимает какие элементы на нем еще дополнительно должны быть просто вот отображает общий вид то есть это и воин который сдалека но суть унесет чуть-чуть другую раннего в тапочках класс вот даже забегу наперед и смотрите вот это кольчуг да она несет относительную защиту от удара меча но тем не менее я позволю себе такую наглость сказать что в общая кольчуга она является еще защитником от этих электроударов то есть даже наши священники которые носят свои костюмы облачения у них вшита микронитка то есть у них тоже идет микро защита от внешнего заряда электрозаряда чтоб на них не могли повлиять про это вам никто конечно рассказывать не будет как бы вы не общались со священники потому что те которые обычно ведут мессы или как это правильно назвать службы они до конца не понимают весь функционал которым пользуются вот все эти практически технологии в старину тоже были связаны с электричеством как бы вам это странным не казалось и даже эти церкви мы это обсуждали буквально вчера и позавчера так вот смотрим интересный такой головной убор и для чего то есть вы думаете что вот человек одел вот этот прибор и вот от этого он и флагшток и и получается его статусность становится лучше но я думаю что это опять же карга культ по той причине скорее всего это тоже подделка но принц она показывал отдаленно что это такое это очень похоже на антенну и скажем так это радист был здесь опять же этот человек не имеет никакого отношения к тем технологиям он только копирует как некоторые племена копирует современной технологии методом просто-напросто всяких пучков соломы и глины здесь практически то же самое но принцип то что это грубо говоря был радист то есть без связи войсковые подразделения ничего сделать не могут их надо согласовать ими надо управлять то есть это тоже очень важная вещь военном деле первое оружие второе связь потому что после этого оружие становится неэффективно так вот смотрите пример карга культа кстати вот я честно до вас не просматривал эту статью начал сразу с вами читать вот смотрите вот пример как папуасы начинают вот не понимая смысл самих предметов для чего они были созданы начинает это все использовать потом карга культ так смотрим кстати здесь показано экспонации экспонаты но старых зданиях остается часть что-то от электроники и о какое удивление у нас находятся вот эти вот шины на любой электро объект в метро в подземелье вы увидите шин вот эти шины просто-напросто вытаскивать не могли и не хотели потому что они могут еще повредить само здание которое завалится все остальное все что можно было снять скорее всего и сняли так и вот видим читаем с одной стороны вроде бы украшение но с другой стороны именно кромками в современной аппаратуре меняет течение высоковольтного разряда чтобы он растекался и не стекал где истекал где положено электрошокер кстати тоже высоковольтный то есть у него маленький сам по себе заряд но он высоковольтный что несет поражающую как бы эту мощь это высокий разряд и вот мы видим вот этот микро устройство из которого стекает и кому-то он может напомнить устройство тесла ну никому не уже не секрет что устройство тесла это высоковольтные скажем так разрядники так дальше вот мы видим когда когда на высоковольтных вышках проскакивает ток ионизирует внешнее скажем так поле то есть он ионизирует скажем частички воздуха и начинает светиться так то есть если мы хотим сделать зону защищенную от затекания заряда то ограничивает его кромкой для заряда можно сделать даже отверстие где разряд будет вокруг но не затекать типа сечки сетки в СВЧ в печках на дверце вот мы говорили о кольчугах которые являются защитными устройствами от СВЧ удара и вот кстати многие видели лэпы здесь вот у нас показана подстанция грубо говоря то есть как вам сказать узловая подстанция вокруг города их очень много то есть если вы этим не интересовались оно так и есть так особенность даже на лэпах чтобы не проходил ток не стекал на сами вот эти вышки которые конструкция держит провода есть вот такие вот у нас ограничители вот на мечах есть тоже ограничители и здесь они тоже есть только здесь они сделаны из керамики как известно керамика хорош диэлектрик не пропускающий зарядку и вот здравствуйте вот об этом я и говорил все мы с детства это прекрасно видим вот распределение зарядов то есть есть еще такие вот статичные заряды я честно говоря до конца не понимал что это за устройство ну да ладно идемте дальше но все равно мы видим вот эти искровые импульсы я думаю что это для эксперимента вешают то есть и для того чтобы убирать статичное кстати напряжение вокруг вот и сделано такое вот устройство чтобы заряд никуда не утекал а все шло дальше по проводам от производителя тока к пользователю так в данном случае разрядник призванный гасить заряд тот же принцип применимый для концентрации заряда для получения плазмогана или бластера и вот мы подходим к принципу производства мечей и бластеров шины в комнате подозрительно знакомы вот вам бластеры только мега бластеры видите без особого направления но тем не менее так если не будет разрядника то гасит будет примерно так то есть у нас нету здесь конкретного направителя то есть тока и нет разрядника и он уже начинает двигаться в различные стороны пойдемте дальше Псков поставлял пушки еще до Демидзиловских заводов там же было вече даже при Иване Грозном дома имеют двойные стены и туалеты даже на втором этаже каменные дома Псков знаменит применением ночных стрель по врагу навесом что применили еще ВОВ на расстоянии где-то трех километров это из щегунных пушек то золотые изделия отличались тончайшей работой и приваренным к основанию фенечками включали паутинку 15 век такое могли повторить ювелиры только в 20 веке если мы все думаем что наши предки были дураки я в этом очень сильно сомневаюсь это мое личное мнение и вот что кстати мы видим на этом мече тоже интересный момент здесь есть у нас рисунок я его постараюсь увеличить насколько можно здесь очень интересный рисунок опять же не забывайте сами рисунки тоже имеют свою функцию вот как на платах печатается какая-то антенна здесь тоже самое выжигается грубо говоря так называемый оксид выживать ну то есть кто знает знаком с электроникой или в школе выжигал ну не выжигал а скажем так выпаривал платы за счет кислот то здесь тоже самое делают диэлектрические но это если в скором порядке ненадолгое время выжигают такие дорожечки и у вас на общей пластине получается тоже плоские антенны которые у вас есть кстати и в телефонах раньше они торчали у вас телефонов когда высокие были частоты то на более мелких этого делать не обязательно то вы можете спокойно их выпаривать у себя на пластинках и опять же это позволяет концентрировать удар из электроудар и заметьте вот кружочки и рисунок постоянно повторяется через определенное расстояние и это тоже не просто так так я тут чуть-чуть выкинул куда не надо вернемся так далее здесь опять у нас украшение так понимаю это были щиты самых простых вариантов обычных воинов то есть ну посмотрим на данные мечи здесь кстати тоже очень похож на волновод и скорее всего здесь на нижнем мече который здесь указан есть интересные такие желобинки то есть здесь был не один импульс а скорее всего их было несколько и они шли по одной желобинке и собирались в одно целое тоже интересное техническое решение так вот у нас и всегда почему-то у нас заметьте то есть обязательно меч спускается вниз ну то есть на рукоятке вот это защитное устройство оно направлено в сторону цели то есть куда заканчивается идет острие у меня только единственное объяснение что это ограничитель излучения так рукоять меча Девмонта в яблоко рукояти раньше был вставлен прозрачный камень синего цвета кстати тоже интересная такая версия что я до конца этого не понимаю но есть такая версия что камни тоже могли по своеобразному перерабатывать электрический ток или импульсно быстро его генерировать при определенном воздействии поэтому мечи с камнями были сделаны не просто так вот это не просто украшение и указ статуса это необходимость для воина то есть еще раз повторюсь если воин профессионал он свое оружие всегда улучшает это его рабочий инструмент хотите не хотите воин все равно мастер своего дела как и кузнец как и бабка повитуха ну кажется работает ну трудится по-своему так разные хроники пишут что Довмантовых живущих в одно время литовские хроники рисуют не очень хорошего человека который присвоил себе жену брата потом подослал к нему убийц поссорился с родственниками был в конце концов ими убит но мы здесь не будем вникать в саму историю что же кто такой Довмантов и в этом духе нам это не интересно так кстати тоже вот интересный момент обратите внимание на рисунок неизвестного автора смотрите у нас есть основное построение и вот эти маленькие церквушки очень похожи на основную станцию генерации мы представим что станция генератор главное и маленькие подстанции которые являются вспомогательными если вы к сожалению не были но если вы побываете на больших объектах которые должны обеспечиваться электрикой такие как облэнерго там в метро или в этом духе то вы можете увидеть схожую структуру есть основные генераторы есть вспомогательные там очень много так называемых электрощитовых а сейчас это все просто переведено чуть-чуть ну скажем так простой вариант нам все преподносит не в том виде как оно и есть дальше вот здесь мы видим еще один меч вот но здесь он уже инкрустирован различных видах тут больше скорее всего он несет эстетический вид но опять же его копировали с чего-то здесь уже скорее всего их воспринимали как колющий предмет вот но все равно суть все равно осталось то есть у нас есть защитная рукоятка которая большая чтобы не прошел ток разряд на воина переход вот этот переходной рычаг то есть представим что здесь может быть микро батарейка в мече полностью спрятанная к примеру я честно предполагаю или вот у нас есть источник вот катушка и грубо говоря вот этот соединительный контур соединяет с мечом и получается у нас такой электрошокер небольшого заряда но с большим разрядом высоковольтным вот волшебные палочки пулялись говорят огнем или молнии подобрать под настроение владельца имени на балдашник функциональность часто зависит от стиля владения ну здесь видим опять оплетку то есть это не факт что это она то есть не забывайте что металл имеет такое свойство как окисляться но заметьте чем больше вот эта катушка и сама рукоять тем мощнее сам меч вот это как бы логично здесь мы можем сохранять заряд здесь я уверен что пытались восстановить но неудачно вот так смотрим очередной рыцарь в электро защите вот чтобы его не пробило и вот вам пожалуйста огромный меч представляете в этом ходите плюс махать мечом я честно говоря не представляю как это можно делать ну да ладно нам остается только рассматривать старинные артефакты которые пытались остановить и как-то понимать логику этой системы кстати рисунки обратите то есть внимание вот на этот рисунок на очередном скажем так перекрестие и здесь есть тоже вытравленные микро ямочки то есть я уверен что это не просто рисунок а тоже дополнительно скажем так система антенны все гораздо проще чем нам рисуют это все ну видите рисунок всегда имел предназначение вот мы даже слушаем часто наших скажем так славянских там русичей что говорят что рисунок имеет очень важное значение то что на вас нарисовано это конечно же все не просто так мы убеждаемся на мечах и видим что рисунок именно нес техническое значение здесь рисунок имеет имеется ввиду нес свою фокусировку до конца да мы этот рисунок не понимаем но очень похоже как рисуют сейчас на платах так пойдемте дальше это прямо снизу подпись от электромеханика ну прямо часть магнетрона и проволока зачетная вот электрики вот опять складываются к этой же мысли вот вам антенна и вот вам импульс то есть кому интересно про владимир и можете дальше просматривать и вот то что я вам говорил направленная антенна так смотрим далее у нас очень интересный такой меч с надписью он имеет как по мне больше эстетическое значение не будем долго застряться но здесь опять же автор указать обращать наше внимание на 5 на балдашник но понятно что может руками в другую сторону соскользнуть вот но здесь всегда есть вот эта металлическая оплетка вот можно было бы делать просто сверху кожаная но здесь как бы мы не можем его пощупать к сожалению то есть если есть у кого-то возможность сходить в музей посмотреть вот у нас шпага то есть тоже элитная вот ими длинный вариант и вот у нас опять же защитный вот этот контур я кто-то скажет да вот какая разница то есть это что меч не соскользнул противника тебе на руку я же вам скажу что если бы не забывайте что многие вещи потом в дальнейшем переделывались под манер без электротоков вот так что не забывайте одно другого не отменяет никогда здесь видно это уже переделанная восстановленная структура 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 самого рукояти но тем не менее все то же самое эта оплетка встречается везде так они бывают различные смотрите но некоторые опять же говорю это скорее всего копии они различных форм каждый мастер делает по-своему мы все вспоминаем сразу трех мушкетеров вот но опять же зачем делать такую сложную структуру может быть и эстетическое назначение но это скорее всего копия чего-то то есть она не несла такую функциональность не несет как ранее но красиво очень красиво интересно а вот смотрим на интересный меч таким мечом резать конечно же глупо то есть я ни у кого не видел на кухне что был нож такого варианта то есть можно быть с зазубринками для того что кто скажет резать там какие-то овощи хлеб но я вам скажу таким мечом сильно не порежешь да и можно вот и рубануть а с другой стороны вот эти видите уголки это у нас очень похоже опять же электро резонатора электроволна здесь генерируется и можно очень сильно ударить током противника то есть меч несет двойную функцию но основное назначение это электроудар так смотрим далее здесь очень много интересных комментариев маленький клинок но скорее всего клинки были вспомогательны чтобы отвести от себя удар то есть не было на нем так нагрузки мы прекрасно видели и в фильмах хоть там и все копируют но знать стоит что были такие о наше удивление что же мы здесь видим честно говоря это устройство во первых похоже и на антенну и этим устройством можно загибать меч то есть прокручивая себя в руке можно просто как-то чуть-чуть приостановить его движение двойной функционал но к сожалению мы его потрогать не можем и похоже научить антенну то есть опять же того же электрошокера далее что здесь мы видим опять же тот меч все меч 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 все то же самое и опять же та же оплетка из металла так далее этих оплеток очень много вот уже мечи которые уже пролежали в земле уже поддались коррозии я думаю что основные алименты уже отсюда ушли то есть съела влага а вот у нас интересная сабля опять мечи в очередном музее в большом количестве кто-то видно откопал оружейный склад вот и выставил эти элементы либо хранец под музей по 고�оку а и и Субтитры создавал DimaTorzok